Это опять попытка от Вот я думаю, может она сходит со мной погулять Я поговорю с ним и расскажу ему о своих чувствах к Анжеле, чтобы он не отстал от нас Что? Маленькому плохатому монстру нравится моя Анжела? Это все ради Анжелы, я ее даже люблю Бэка начинает издеваться над Анжелой, когда вы не ставите лайк Я покушаю Анжелу, если вы не поставите лайк прямо сейчас Прямо сейчас, за 3 секунды поставь лайк и подпишись на мой канал, чтобы Бэка с Анжелой дружили 3, 2, 1, 0, поставили? Молодцы! Спасибо, что поставили, сегодня не буду кусаться Выбирай прямо сейчас Том или Попыт Кот Я не знаю, ну не знаю, ну пусть будет... Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы отправляемся к говорящим друзьям в гости Посмотрим, что они приготовили нам на этот раз Именно так, нам, на этот раз Обалдеть, это что такое? Что за новый интерьер? Ксюша, у нас все космическое теперь Вы видите? Все космическое Я могу на это нажимать? Это круто! Ребята, вы видите, какой новый интерьер? Очень красиво стало! Пам-пам-пам-пам! Обалдеть! Посмотрите, летающие тарелки! Это что в ведре стоит? Что за спутник? А, это пузыри! Смотрите, я нажимаю на них, как пузыри появляются Класс! Это круто! Вы вообще видите, какой интерьер? Посмотрите, ракета появилась Классный звук! Кто-нибудь может с этим сыграть? Кто-нибудь? Нет? Ну, пожалуйста! Никто не может! Ладно, что еще здесь новенького? Пойдемте-ка сходим к бассейну! О, еще одна ракета! Такой клевый звук! Да, здесь все тоже! Космическое! Везде тарелки! Обалденно! Мне нравится это! Это очень здорово! Так, ну что вы тут ходите за мной? Кто-то присаживайтесь поесть! Кто-то туда, кто-то сюда джинджер! Все какие-то чумадзые! Что с вами произошло? Так, один Бен нормальный! Бен, ты что тут делал? По процедурах участвовал? Что, почему с тобой все нормально? Убирайся тогда, раз с тобой все нормально! Так, самые голодные! Давайте-ка быстренько за стол! О-о-о! Посмотрите! Это новая космическая еда! Это космобургер! Он реально крут! Он синий! Я даже не знаю, кому его дать! Такая интересная котлета у него какая-то! Я бы сказала, что она морковная, но вряд ли в бургере есть морковная котлета! Я не знаю, кого угостить! Ну, конечно же, я угощу Анжелу! Анжела, ты хочешь? Очень хочу! Вкусно! О-о-о! А-а-а! Она улетела! Вернись! А она здесь! Смотрите, у нас еще есть чупа-чупс в виде нашей планеты Земля! Я дам его Беке! Ням-ням! Потому что с Анжелой произошли какие-то метаморфозы! Давай, Бека! Ты точно это хочешь? Ты точно! Ты точно это хочешь? Давай уже! Нормально, да? Ну и Тома тогда! Я надеюсь, вы довольны! Да, все, кроме Тома! Том, пойдем со мной! Смотрите, у нас есть волшебная шоколадка! Я не знаю, что от нее будет, но она так прикольная! А давайте приготовим смузи! С волшебной шоколадкой! И, допустим, с авокадо! Такое странное сочетание, но я видела вчера в поварской передаче такой рецепт! О-о-о, получился двухслойный! Ты готов? Ой, мамочка, у нас ломался блендер! Нет, это все из-за этого коктейля, из-за волшебной шоколадки! Починить за двадцать! Ура, у нас новый блендер! Я даю Тому супер-коктейль! У меня... А-а-а! Что случилось? Он застыл! Он превратился сам в шоколад или в бронзовое что-то! Верните Тома! Нет! Смотрите, смотрите, он как бы виляет глазами, но ничего не происходит! Что мне с ним делать теперь? Капец, золотой Том! Первый раз в жизни такое вижу! Том! О, он вернулся! Анжела, посмотри, какие красивые шарики стоят! В виде сердечек! Вау! Давай посмотрим, от кого это? Это попыт-кот! Он опять ухаживает за тобой! А если он начинает ухаживать, значит, он скоро появится! Пойдем-ка к микрофону! Анжела, ты понимаешь, что происходит? Понимаю! Это опять попыт-кот! Ты развела тут такое! А если попыт-кот узнает, что в тебя влюблен Том? Том, ты представляешь, какая война начнется? Он не должен знать, Ксюша! Иначе все будет очень плохо! Попыт-кот псих! Я его боюсь, потому что он ненормальный! Он психопат! Что я могу с ним поделать? Ты понимаешь, что он придет? И придется с этим разбираться мне! Он не узнает! Но если что, мы вместе что-нибудь придумаем! Ладно, посмотрим, что будет дальше! А ты бы определилась уже! Они мило беседуют с Томом! Том почему-то у меня сегодня наряжен как полицейский, мне это не совсем нравится! Ну ладно! Пусть общаются влюбленные! Я надеюсь, что не влюбленные! И сердце Анжелы когда-нибудь достанется Тому именно! Потому что я за него болею! Бека молодец! Ну-ка пойдем-ка посмотрим, что там в телескопе! А-а-а! Целая куча планет! Какие они красивые все! Здорово! Энопланетянин! Как я сказала, инопланетянин! Энопланетяне наши друзья! Этих мы легко найдем! Этого я знаю где искать! Вот он он в самом низу! Что еще? Какой-нибудь другой? Какой? Эдакий? В общем, я сейчас изучу инопланетянов всех видов! Как говорится, инопланетянины или инопланетяне? Инопланетяне, конечно! А как сказать во множественном числе инопланетяней? Я не знаю! Напишите в комментариях! Чтобы мы друг друга поняли! Вообще, я считаю, что каждый должен говорить так, как он хочет! Если хочешь инопланетяне, говори инопланетяне! Если хочешь инопланетянина, говори инопланетянина! В чем проблема? Где вот такой я видела? Вот оно! Ну сколько нам дадите за это? Что это за функция такая? А, она мне показывает, где кто! Мне нравится эта функция, потому что она классная! Я не собираюсь искать всех подряд! Это слишком долго для меня! А вот так, когда мы двигаемся по стрелочке, это гораздо круче! Согласитесь! Это же просто потрясающе! Его нету здесь! Его тут нет! Его нет! А! Так, мы двигаемся к нему! Сейчас мы его найдем! Он очень редкий! Ну, слава богу, мы его собрали! Может быть, сыграем в баскетбол, Хэнк? Итак! У нас, смотрите! Мне так нравится, что вокруг летающей тарелки! Это какой-то космический мир! Раз! Вы думаете, я не попаду? И тут же не попала, хотела сказать! Да почему так-то? Я не могу попасть в это во все! Это слишком сложно! Я реально в детстве просто ненавидела в школе игру баскетбола! Она такая неженственная! Просто кошмар! За чисто мальчишеская игра! Зачем девочек заставляют в это играть? Вообще не понимаю! Лучше бы учили девочек красиво ходить! Красиво говорить! Красиво краситься! Нет же, блин, баскетбола! Че он мне? Кого я смогу охмурить с помощью баскетбола, интересно? Неинтересно! Даже здесь мне неинтересно в это играть! Вы пообщались, мои голубки? О чем разговаривали? Да! Том! О чем? Том, я надеюсь, ты проявил себя хорошо! Анжела у нас, между прочим, завидная невеста! И это знают все и каждый! Весь интернет уже об этом знает! Тут даже музыка поменялась! Все поменялось абсолютно! Давайте посмотрим, что по карточкам! Новый альбом! С новыми космическими карточками! Куда же мы с вами поедем? Кто-то идет! Вы слышите? Здравствуйте, герой-любовник! Мы вас так и не ждали! Анжела, получила мои шарики? Да, Анжела получила твои шарики! Надеюсь, ей понравилось! Вот, я думаю, может, она сходит со мной погулять! Она сейчас не может никуда идти, потому что она спит! Ну, так разбуди ее! Мы пойдем гулять! А потом пойдем в классный ресторан! Ты предлагаешь мне ее разбудить? Да! Она спит! Тогда я буду ждать, пока она проснется! Подожди, подожди, попыткот! Подожди, пока она выспится, нарядится! Иду попозже! Не обязательно заходить к нам больше! Он не отстанет! Да, Том, что ты хотел сказать? Опять этот попыткот у нас дома! Да сколько уже можно? Я понимаю, ты ревнуешь! Конечно, ревную! Мне надоело смотреть на это все! Все приходят и хотят увезти мою Анжелу! Ну, что же делать? Она же красавица! Да, красавица! Но я хочу, чтобы она была только моя! Так, наверное, будет всегда-всегда за ней кто-нибудь будет ухаживать! Самый главный конкурент сейчас это только попытовый кот! Ну да, ты прав! Попыт сейчас конкретный конкурент! Такой он доставучий! Пора с этим что-то делать! И что ты собираешься делать? Я поговорю с ним и расскажу ему о своих чувствах к Анжеле, чтобы он отстал от нас! Поговорить с ним? С этим ненормальным? А что мне еще остается, Ксюша? Ну, не знаю, конечно, можно попробовать! Ну, я навряд ли он тебя услышит! Я буду очень настаивать, чтобы он отстал от нее! Ты уверен, что будешь с ним говорить? Конечно, уверен! Он здесь! Ну и отлично! Хорошо, давай поговорим! Я буду здесь, с тобой! Попыт, кот, ты вовремя! Анжела проснулась? Нет, Анжела еще спит! Сколько можно спать? Посмотри, может, проснулась? Нет, она еще не проснулась! Но, к тебе есть разговор от Тома! Ты готов? Что он от меня хочет? Сейчас он признается ему во всем! Попыт, кот! Мне очень нравится Анжела! И мне надоело, что ты постоянно приходишь сюда и мешаешь нам! Что? Маленькому, плохатому монстру нравится моя Анжела? Ты ее никогда не получишь! Понимаешь, Попыт, кот, не ты один такой! Анжела многим нравится! Мне не важно! Я один и точка! Никому не позволю разлучить меня с Анжелой! Да что вы говорите! Том! Ей больше подходит, чем ты! Я в этом уверена! Ах так! Вы что, сговорились все? Вы опять встали на моем пути! И вообще, этот плохатый и что, ей тоже нравится! Да, и как ты мог заметить, они вместе живут! Они идеальная пара! Вы не посмеете! Вы что, обнагрели, что ли? Я уничтожу тебя, плохатый Том! О, как закипел! Давай-давай, иди проветрись! Угу! Это было неплохо, Том! Спасибо! Я просто сказал правду! Ты смелый, оказывается! Это все ради Анжелы! Тебе правда так нравится Анжела? Очень нравится! Кажется, я ее даже люблю! Это круто! Спасибо! Только ты ей не говори! Надо пойти почитать историю, я думаю! Пока этот наш герой-любовник прохлаждается! От этого ненормального всего можно ожидать! Ну слушай, что я подумала! Он же может к нам отправить кого-нибудь! Он же психопат! Вдруг он пришлет в какую-нибудь армию или еще кого-нибудь! И он пришлет ее за тобой! Ничего страшного! Я буду к этому готов! Я не боюсь его! Ну может ты не боишься, а я вот боюсь! Так что пойдемте на чердак на всякий случай! Там они нас не найдут! Хорошо, пойдем! Мне нужно собрать еду какую-то хотя бы! Совсем уже сбомжевались! Где мои деньги, блин? Почему у меня их нет? Я не знаю, чем вас кормить! У меня первый раз такое! Капуста есть! Давайте экономить! Вот! Двое уже накормлены! Давайте остальные двое тоже капустой! Как хорошо выращивать это все! И лук! Нормальная еда? У нас такая особая диета, можно сказать! Все отлично! Все довольные, все сыты! И мы на чердаке! Мы спрятались от попытавого кота! И сейчас прочитаем историю! Эта история называется «Деревянные мальчики» Мы как раз на деревянном чердаке и все в порядке! В одном дворе мальчики полюбили жечь костры! Соберутся вечером, когда уже начинает темнеть в центре двора! Принесут с собой дров, разожгут костер, сидят вокруг него, смотрят и разговаривают! Иногда в углах пекли картошку, иногда приносили с собой сосиски, цепляли их на ветки, а потом жарили над огнем! Их за это ругали разные бабки со двора! Они боялись, что искра залетит к ним в форточку и устроит пожар! Даже в полицию жаловались! Но мальчики все равно разжигали костер! Потом их родители оштрафовали! Пришлось перенести костер на пустырь, где никто не жаловался! И вот как-то раз они опять сидят вечером у костра! Один мальчик говорит «Что-то ноги у меня затекли!» Встает, хочет сделать шаг, но у него не получается! Вместо этого ноги у мальчика сломались! Сам он упал, и две ноги, торчащие из кроссовок, остались стоять! И вместо костей были деревяшки! Все очень удивились, говорят «Ты чё? Ты не говорил, что у тебя ноги деревянные?» Но сам мальчик тоже удивился! Ну я тоже удивилась, конечно! Тут другой мальчик сказал «Что-то у меня тоже ноги затекли, и руки тоже встает, тоже падает, потому что ноги сломались! А ещё у него при падении руки отломились, и ноги и руки у него тоже оказались деревянными! Тут все мальчики почувствовали, что у них затекли руки и ноги, и вообще всё тело стало как деревянное!» Один мальчик сообразил позвонить своей бабушке, опытного врачу. Бабушка сказала, что это такой синдром Буратино, когда много дышишь дымом от горящих деревьев, сам на время становишься деревом. В этой ситуации надо сидеть и не двигаться, чтобы не сломаться, а ещё надо много дышать, чтобы дым выветрился из тела. Мальчики сидят, боятся пошевелиться, но они разожгли слишком большой костёр, а он разгорелся всё сильнее. Дрова были серые, и от них шло много дыма. Дыма становилось всё больше и больше, больше и больше. Утром их, наконец, нашли. Они стали совсем деревянными, а те два мальчика, которые упали рядом с костром, совсем сгорели. Ну вот это жесть какая-то! Просто жескач невероятный! Вы слышали? Ужас! Не разжигайте костры, ладно? Не надо! Если я приду, кто-нибудь из вас будет деревянным, это будет ужас. И так, и так, пришёл попыткот! Ну что ж, все мы здесь собрались, наконец-таки. Что бы ты хотел сделать? Я думала, ты придёшь с армией, а ты один. Ах, ты блохастый! Я тебя уничтожу! Анжела будет моей! Запомни мои слова! Это всё понятно, но давайте я внесу долю благоразумия в эту ситуацию. Давайте Анжелу спросим, с кем она хочет быть. Мы же у неё не спрашивали, может, она вообще ни с кем не хочет быть. Мальчики, знаете, ну что вы ругаетесь? Ну, ну, ну хватит! Ну, ну что вы? Ты можешь решить? Это важно сейчас, тут уже война начинается. Я, я вообще не хочу выбирать сейчас никого. Я, я не хочу принимать такие решения прямо сейчас. Вы что все пристали? Анжела, ну ты вообще, конечно, закрутила. Выбирай прямо сейчас, Том или Попыт Кот. Я не знаю, ну не знаю. Ну пусть будет Том. Том. Она выбрала Тома. Ура, это здорово! Попыт Кот, ты слышал? Дама выбрала не тебя. Мам, всем конец! О, начинается. Ладно, прекрати. Слово женщины закон. Всё, пока, Попыт Кот. Попыт Кот. Пока, пока, пока. Вот так разрешилась эта семейная, так сказать, драма с любовным треугольником. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока! 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 Пока!